сверление, которое там где-то тоже в районе Корнерских ворот, там имеется сверление что-то диаметром 40 см что-то. И такой бочонок высверлить просто, значит, вот бронзой там или медью, с применением абразива, это практически невозможная вещь. Это какую скорость надо? Это какое усилие надо, Ксюша. Ты представляешь, какое усилие там должно быть, чтобы провернуть эти 40 см бронза. В граните. Не, ну может быть передачей какой-то сделать? Несколько раз ее передать? Да, там дело даже не в этом. Там на самом деле другое сложность появляется. У тебя огромная площадь, получается, трения. И при такой площади трения у тебя просто, ты не провернешь этот материал, он его порвет. Бронзу порвет и медь порвет. И я так думаю, что даже многие стали порвет. Понимаешь? То есть вот на сегодняшний день коронки, которые делаются у нас для сверления, вот тоже как трубчатое сверление получается. Вот эти вот коронки, они имеют ну значимую величину. Там, скажем, я меньше, чем ну, для коронок, когда работают по камням, я имею в виду, или там по бетону. Выключаем свет, пожалуйста. Вот. Меньше, чем там полсантиметра, я их где-то даже и не видел. То есть вот высверливают, так толщина стенки очень большая получается. То есть вот ширина пропила, скажем так. Не, ну, Вить, имеется в виду, может быть, вот если скажем 40 сантиметров, то может быть несколько раз. Есть же такие примеры. Высверливают несколько трубочек, получается общая, потом большая. Нет, здесь же у тебя... Ты же ты понимаешь, о чем я говорю? Ты помнишь, о чем я говорю-то, нет? Да. То есть не помнишь это? Вот. То есть там а как несколько трубочек-то? Вот как это вот? То есть я понимаю, когда ты... У меня это надо рассверлить, наверное. Попоследовательно рассверлить. Вот тут есть еще одна интересная вещь. Там, значит, основание... То есть керн-то у нас будет выкалываться каждый раз. Ну, как бы там в глубине получится все неровное. Вот так скажем. Ну, как... Ты же будешь несколько раз откалывать. То есть как это все делается? У тебя берется трубка, высверливается, потом трубка вытаскивается, а керн выкалывается. То есть бьется наисказок по боку там ему. И он там где-то внизу выкалывается. И потом ты его оттуда вытаскиваешь. Сверлишь второе и тоже так же выкалываешь. И опять выкалываешь. И опять выкалываешь. И там 20 раз просверлил. Может быть, 30 раз. Но в любом случае ты выкалываешь каждый раз, да? И у тебя основание остается комбонировано. А теперь, значит, давай вернемся к площади поверхности. От того, что ты будешь сверлить вначале маленькими трубочками, ничего не изменится. Потому что последний раз то, что 40 сантиметров, тебе все равно придется высверливать вот этой вот трубой, которая самая большая. И площадь поверхности соприкосновения у этой трубы все равно будет очень большая. И материал, та нагрузка, которая будет идти на материал, она будет ну гигантская. И этот материал должен быть соответствовать прочности. А если он будет непрочный, этот материал, то его порвет и, говорю, никакого сверления не получится. так что вот что я могу по этому поводу сказать. А значит, а раз сверление было, да, вот там, кстати, это правильно, это фото, Марина кинула. Вот. Тут 30 сантиметров написано, мне так помню, что 36. Но может быть, я ошибаюсь, а может быть, где-то в другом месте. Андрей мне рассказывал про 42. Было и такое. И я говорю, вот я себе слава представляю вариантов сверления. Даже если и 30. Да. Кинула-то. Она в скайпе кинула в нашу группу. Марина, кинь с трансляцией ВКонтакте. Я понимаю, о чем ты говоришь, что это... Ты-то понимаешь, я и не сомняюсь, что ты понимаешь. Это самое круглое отверстие сверху. Да. А вот интересно, я вижу там чего. А это же под... Насколько я понимаю, подворота сделано. Ну да, а снизу-то такой же нету. А я охрену узнаю, есть там или нет. Может, и засыпано песком. Может, и есть. Не могу сказать. Творка туда вставлялась. Меня другое интересует. То, что ведь там же под створку сделано чуть ли не байонетное крепление. То есть там эти лепестки сделаны, которые при определенном повороте у тебя должны совпасть. И тогда ты туда эту штуку можешь вставить. А вытащить ты ее оттуда можешь. Тоже только тогда, когда у тебя это все совпадет. И если у тебя вверх и низ как бы находятся в одной оси, то у тебя должно где-то гулять это все дело, для того, чтобы ты вставил. или выключи микрофон. Юля. Прости. Ты звук выключи. Юля. Да что ж вы... Как первый раз на стриме. Десять раз каждый раз повторяешь и все равно включаю звук. Сейчас я покажу эту картинку нашел. Давай. Ну, там наверняка все-таки его выстрелили в другом месте. Просто поставили туда. Ну, понятно, что сверлили бы не над головой. Нет, ну, это я к тому, что вопрос про горизонтальное сверление, это я к тому говорю. Не, а я просто как бы перешел на это конкретное сверление по одной простой причине. Потому что даже если не горизонтальное, то все равно это было сделано другими материалами. Это было сделано не бронзой. И не куриной костью трубчатой. И я даже не знаю, и не слоновей костью, потому что ну, 30 сантиметров или там 42 сантиметра это очень большая площадь. и провернуть в этой где-то площадь как бы соприкосновения вот при таком вот большом объеме, ну, я не знаю, это очень сложно. Этому силе должно быть грандиознейшее. Это вот это вот имеешь в виду? Или то, что горизонтальное валяется в блоке выпиленное со штырями? Вот это по ходу 30. А вот то, которое валяется, по-моему, 36. А вот то, о чем Андрей говорит, там, по-моему, 42. было. Ну, я говорю, это было давно, и я уже, честно говоря, не очень помню, но я помню, с линейкой, ой, с линейкой, вот, с этим самым, с измерением, вот, вот, фотка, там он с этим. Ну, да, где-то есть, да, где-то есть и такое. Ну, это вот ниже, она где-то там лежала. Я просто говорю о другом, о том, что вот, ну, и ровно, да, видишь? То есть, я не знаю, как это выколоть. То есть, потом, наверное, там можно и отшлифовать, или отполировать, не знаю, все что угодно можно. После, как выколоть терм. Но ведь этот терм еще и выколоть надо. Это там бочонок такой прям. Да, это бочонок. Это у тебя... Это не сверление, там следы-то сверления есть, как там. Там она слишком короткая, посмотри, там никак керн не сломаешь. Просто никак. Вот только выдолбить можно оттуда. А в смысле... Ну, по кругу засверлить, чтобы ровные были края, и уже выдолбливать его. Ну, вот в одном из таких же, Андрей пихал булавку. В одном из таких кернов. Пихал булавку, чтобы показать. То есть там явно было вот этот вот V-образник. Так что вот. Я так думаю, что это все. Никуда не денешься. А вот наши оппоненты как раз и визжали по этому поводу. Вот. Вал. Нет там никакого говообразника, чтобы была как-то придуманная. То есть, на самом деле, основная задача дьявола в том, чтобы убедить всех, что дьявола не существует. Да, если вы присмотрите, да, извини, смотрите, вот там, где рука Андрея, ниже, пропильчик такой малюсенький виднеется, в самом левом углу от рулетки. смотрите, вот этот вот пропильчик и вот под рукой Армена, ой, Армена, Андрея, под пальцем, видите? Не U-образный, он АВ-образный, прям здесь видно. Есть фотографии также с булавкой. Ну, здесь сколько? Меж 36 сантиметров? Я не вижу, если честно, сейчас. Я тоже не вижу, нифига. Оригиналы мне сейчас искать. Ну да. Да ладно, не сейчас, ну вообще, как бы вот, хорошо бы эти величины, чтобы они были в голове. Я, по-моему, вот в каком-то из таких смотрел. А вот, смотри, зажигалка лежит. Сейчас зажигалка. Ну, по зажигалке тоже не определишь. Да, тут линейка есть, это рулетка есть, и не определили, а он хочет, чтобы мы по зажигалке тут определили. Да. Ну и бог бы с ним. В конце концов, не это важно. Я хочу сказать о другом, о том, что, ну, на самом деле, это действительно бочонок. Это целый бочонок, который там высверлит. Причем, действительно, там след сверления сходит на нет. То есть, вот эта V-образность, она буквально-таки там ни во что превращается. В том месте, где уходишь. А что это за расточка такая вот концентрическая? Ну, а это по ней как раз и ходили, насколько я понимаю, ворота. В смысле, это самое укошь ворот. Это чтобы она, фиксатор, это чтобы не двигалась туда-сюда. Типа паза, да? Паза для фиксации. Ой, видите, что это я так заорал-то. Скорее всего, медное, это кольцо стояло. Ну, может быть, да, может быть, бронзовое кольцо. Да, потому что бронзовое, в общем-то, она неплохой смазывающий материал. То есть, сегодня для подшипников самоскольжения используется бронзографит. И это, в общем-то, такой известный материал, который не боится трения, скажем так. То есть, он наоборот очень для этого и сделан. Так, что у нас еще по вопросам? Есть ли в музеях экспонаты похожие на детали механизмов? Ну, есть же шпульки, к примеру. Да, шпульки. Это да. Ну, и как бы вот сам вентилятор тоже явно технический, а часть технического устройства, скажем так. Это диск САБУ, который? Угу. Диск САБУ. Виктор, по вашему мнению, что ВЦ понадобилось на Пасхе и зачем они строили платформы? Понятия не имею. Ну, вот, ей-богу, я не знаю. То есть, я не знаю, для чего почему они там существуют. То есть, вообще, я не представляю себе, то есть, я не нахожу для себя логичных объяснений тому, что вижу. То есть, я вижу, что там, вот, та же полигональная кладка, от которой у меня волосы по-моему, шевелятся. Я представляю себе сложность производства подобного, потому что я пытался это делать, и это действительно сложно, это непросто. теми способами, которые есть на современном уровне, это все равно делать непросто. То есть, я бы, например, это все лепил бы, скорее всего. То есть, я бы взял какой-нибудь там 3D-принтер, а не вытачивал. Но, это как бы один из способов решения. Я не знаю, каким образом такие природные материалы этим делать, я не знаю. И поэтому, как бы, не видя логики ни в больших величинах этих пирамид, ни в огромных камнях Бальбека. Я не очень могу себе представить, а что же их там влекло на остров Пасхи. И вообще, для чего они там были. И кто это был, я не знаю. Я несколько раз спорил с Андреем по поводу того, что не прилетели. Он считал, что это были пришельцы. Я по сегодняшний день считаю, что это вполне могло... То есть, я не отрицаю, что это могли быть пришельцы, я просто добавляю сюда, что это могло быть какая-то доморощенная культура, которая очень хорошо вписывается, скажем, в наше представление о... Ну, вот о чем-то долго живущем и о чем-то не очень притязательном. То есть, вот, отсутствие притязательности, оно говорит, скажем, о незначительном количестве, скажем, производ. вот... То есть, что мы ищем в первую очередь? Мы ищем производственную базу. То есть, если люди производили много работ, в смысле, не люди, вообще существа, производили какую-то работу, и этой работы было сделано, проделано много, они должны были под нее иметь какие-то инструменты. Много работа, это много инструментов, значит, большая производственная база. То есть, вот мы на сегодняшний день привыкли, что у нас выпускается под большую руку, под маленькую руку, под правшую, под левшую. Кому-то удобно вот таким-то под такое-то усилие, а кому-то под другое усилие. То есть, очень много разного выпускается для разных людей. И мы к этому привыкли. И мы спокойно пытаемся проецировать точно такое же отношение и к тому, что мы находим. А если исходить из тех легенд, которые до нас дошли, то существа, которые мы привыкли называть богами, жили долго. Рождалось как бы продолжение рода у них было редким. Значит, строя они, это мы видим, кстати, строя они на долгое время и до сих пор существует. На тысячелетия это строилось. и тогда получается, что и инструмент, которым они пользовались, должен был быть рассчитан надолго. И тогда нет никакой производственной базы, потому что она не нужна. Ее один раз произвели, и это потом в дальнейшем только ремонтировалось. Ну, как вот самозатачивающиеся эти ножи или там, я не знаю, резаки или еще что-то. То есть, это все говорит о то, что они не были такими, как мы. И думали они не так, как мы. И это очевидно. Я возвращаюсь к эргономике, и материал они использовали не так, как мы. И строили не так, как мы. Хотя сами постройки и близкие. То есть, опять-таки, стены есть, да, или основания есть. вот как в борьбе с террасой. А во всем другом сказать мы не можем. То есть, вот этим они с нами совпадают. Мы тоже делаем стены, мы тоже делаем какое-то основание, какой-то фундамент, прежде чем сделать свою постройку. Все. Глядя на пирамиду, теряешься полностью, потому что, я говорю, вот это вот соотношение внешней площади внешнего, то есть, объема собой постройки к объему пустот внутри, оно несторазмерно, оно буквально там, я не знаю, заводит на размышление непонятное совершенно. То есть, в нашу логику это не вписывается. Они думали по-другому, и это понятно тоже, это очевидно. То есть, не подходила их эргономика нам, не подходят их мысли нам, они были другими, и они жили долго. Это уже говорит о многом, это говорит о том, что они не были людьми. Ну, кстати, вот есть сопутствующий вопрос как раз про эргономику. Просят какие-то выводы сделать про особенности строителей и пользователей вот этих объектов. Ну, вот я выводы сделал о том, что они были не такими, как мы. Ну, да, я как раз к этому и подел. Да, спасибо. Вот, я просто не хотел в это зарываться по одной простой причине. Конечно, можно что-то еще попытаться сказать по этому поводу, но я боюсь, что тут больше фантазии будет, чем реальности. И я боюсь, что эта фантазия может завести нас туда, куда лучше и не заходить. То есть, лучше ничего не предполагать, чем предполагать с рекором, а потом от всего от этого отказываться. Вот, я придержусь такого. А, Витя, я хочу обратиться к тем, кто пишет сейчас в чате предупреждение последнее китайское, пойдет массовая зачистка сейчас в чате, причем банить будут всех, потому что вы чат превратили сейчас в помойку, неадекватную помойку, в которой не найти ни вопросов, ни каких-то адекватных мыслей. Если вы не понимаете нормально, сейчас, скажем, модераторам будут банить. Тех, даже тех, кто стрички тут сидят. Извините, просим нас понять. Вот там появилась надпись от Егора, что у них была синяя кожа. Да, вот на многих изображениях богов, причем на разных континентах, совершенно, в разных местах, в разных древних культур есть изображения, где боги изображаются именно в стене. Ну, это есть в Индии, это есть в Египте. Также Осирис. Да. Витя, это есть. Меня отвлек этот чат. Я выложил, посмотри, на стриме, как раз это та, да, фотография, где с булавкой, висящей в этом, и именно вот с этого 26-сантиметрового сверления. Именно вот вот эта фотография, где уходит в ноль. Вы понимаете, что иголка повешает? Больше вашей головы объем, а она исходит в ноль. Все экспериментаторы покажут вам конечное У-образное, ну, там будет палец, мизинец почти влезет. Представьте себе, какой должен быть толщины сам инструмент, сам отрубчатый. Да, режущая кромка этого инструмента. Вы поточняют, что не 36, а 20 сантиметров. Не об этом снимке, что человечество его просто под другим углом сняли. Да нет, друзья. Нет. Это на земле, а тот... Это камень валяется на земле, а тот, который... Изначально был там, там наверху, он над воротами, там висит метр в пике, наверное. Я его сейчас кстати покажу. Вот он. Вы не внимательно смотрите, потому что я же его выкладываю. Вот, смотрите. Вот этот. Да? Да какая разница? По большому счету есть, я говорю, тут 42 есть. А вот Андрею у меня нет оснований не верить, потому что человек, который там был, и не один раз. И я... Склярова я в этом плане не... Вот. И сказать, что ну там 20 сантиметров или там 36. Вот это, кстати, очень показательный вход. Сейчас, где он... Там вот видно, да? Который-то увеличенный сейчас. Так это, по-моему, Карнакский, не? Ну, это горизонтальная прорезь. Это не вертикальная, это горизонтальная прорезь. Это Карнакский. Да. Тоже очень классно видно, что висит острия. То есть, почему здесь висит острия? Я еще раз повторюсь, потому что у булавки или у иглы угол острия больше, чем угол у пропила. То есть, тот инструмент, которым пропиливали, он был острие, под более острым углом. А помнишь, мои картинки какие-то схематические делали? Ну да, я что-то такое даже приляпывал угломерку. Нет у тебя миш таких? У меня под рукой сейчас ничего нету? Где как раз острие вот это вот иглы или булавки? По-моему, даже ты там что-то рисовал, да, Дим? Ну, я с Анной и я там все присылали. Да, молодцы. Вот. Четко сейчас я попробую посмотреть себя. Там видно, почему зависает. Потому что 30 градусов у иглы и 12 градусов у пропила V-образности в этом врезе. И понятно, что 30 градусов повиснет в этих 12, потому что он не пройдет. Вить, вопрос такой. Значит, если, ну, считается, или там, может быть, ты считаешь, что эти вот существа были, допустим, с другой планеты, ну, Андрей, может быть, так считает, неважно. какое есть предположение, какая есть гипотез, победить. То есть, если панспермия верна, то, наверное, у всего живого в этом, в этой части Вселенной хотя бы, будет одна и та же основа, одна и та же подноготная. Но мы же не можем соединиться там, я не знаю, там с тигром, к примеру. Не будет общих. Сюша, погоди, 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 погоди. То есть, это же совсем другие виды, а тут и вообще инопланетяне. Да. Вот теперь давай вспомним вот про генную инженерию. Ты в курсе, что сейчас вот появились эти рапсы всякие там, и в них внедрили, или даже, по-моему, в картошку, в картошку внедрили креветку. Да, и там какие-то еще светящиеся гены от светящихся рыбок, и поэтому светится там все это. Ну, вот представляете, что мы уже сейчас можем делать, да? А теперь представляете себе, что они могли делать. То есть, ведь там я не думаю, что нужно было много. То есть, я вообще так считаю, что если бы то есть, вот те эры, о которых нам рассказывают легенды, они скорее всего имеют под собой какую-то подноготку. определенную. То есть, был период, когда правили боги, был период, когда правили полубоги, и был период, когда оставались одни герои. То есть, это можно распределить, как на несколько этапов растворения вот тех, кто был для нас богами, тех, кого мы привычно называем богами. ассимиляция произошла. Может быть, они погибли все. Это понятно, но как оно произошло, потому что, может быть, они даже и не белковые были. Может быть, и не белковые, а может быть, они вообще не вещественные были. Может быть, это, как бы... Но если они были не вещественные, а следы-то они оставили вещественные? Ну, так они оставили эти следы после того, как вселились в кого-то. Да? Но это уже вообще другой уровень, если ты считаешь, что вот, возможно, если они были не вещественными, то вселились в наш мозг и пошло-поехало. Могло быть и такое, не в наш, а в мозг того, кто тут был. Как бы, или того, кого они вывели, или тех, кого приспособили под себя. То есть, ты, возможно, считаешь, что, допустим, вот пришельцы прилетели, взяли там несколько людей, скрестили их, и вот эти скрещенные уже люди, от них пошло все человечество, а те, кто были, возможно, они были там, к примеру, неандертальцами. Может быть, да. Не я это считаю, я могу рассказать. Да, я поняла. Да, Андрей представлял себе следующим образом, что действительно кто-то сюда конкретно прилетел, что те, кто прилетел, они себя каким-то образом, ну, во-первых, они были разделены, одна часть осталась на орбите, вторая часть спустилась на землю. Те, которые спустились на землю, они чего-то делали и чем-то занимались, и пытались к этому приспособить биологических роботов, которых мы на сегодняшний день считаем перволетние. Значит, дальше ситуация могла развиваться по-разному, но скажем так, что все эти описания, когда кто-то чем-то там делился или кто-то с кем-то сходился, это ведь могут быть описания с позиции тех, кто это своеобразно понял. А на самом деле это могло быть очень по-разному. И, ну, я, наверное, как и каждый человек, имею право об этом судить, и Андрей точно так же это делал, то есть судить об этом со своей колокольной и, соответственно, со своим пониманием. То есть, ну, то, что энергетическое питание было, ну, возможно, оно и сейчас есть на сегодняшний момент. Оно есть, это питание, но мы снабжаем кого-то своими эмоциями, своими чувствами, своими всплесками вполне возможно. Я не против этого. То есть, я вполне допускаю. Я не могу это отрицать. Я не могу это подтвердить на 100%. Ведь я правильно понимаю, что теория об инопланетной цивилизации изначально базировалась только на представлении о том, что на сегодняшний день невозможно сделать, да, что-то, что было сделано по другой логике, например, да? Нет, конечно. На чем тогда конкретно была основана вот эта тема? Ну, для начала это было основано на описаниях. На описаниях чего? Ну, легенд. Легенда об этом была. Да, очень многие. Казани просто идет боги и люди. Да, пришли с небес и у перуанцев, и у египтян, и у шумер, и в Японии, и китайцы рассказывают о пришествии богов с неба. То есть, очень многие считаются детьми некогда. Да, очень многие вот древние культуры, древние цивилизации, они об этом рассказывают. Всякие найденные племена, которые, черт знает, сколько там скрывались, были найдены недавно совсем открыты, то же самое говорят. Да, и это тоже есть, согласен. То есть, очень много вот со стороны легенд. Вот как раз они называют богами. Вот смотри, как раз вот ты сказал, Миш, сейчас про эти племена, которые все-таки сумели скрыться и жили как партизаны где-то там в Амазонках или там, я не знаю, в джунглях. И ты представляешь, значит, они не подверглись вот этой вот изменения генам. Значит, они, получается, перволюди. Вряд ли. Может быть, наоборот? Самые неизмененные находятся, вот вам три ступени самых неизмененных. Значит, первые, это бушмены, по-моему, наиболее близкие к перволюдям, к перволюдям, ну, во всем случае, генетические. Они австралийцы? А потом австралийцы, да. А потом следующий шаг это австралийцы. Ну, честно говоря, я вот в сегодняшнюю однозначность генетики я не верю. В смысле, она может быть по-разному. То есть, и так, и так, и так. И многозначность иногда доходит до взаимоисключения. Поэтому, ну, как бы, это нужно учитывать. Это не обязательно нужно учитывать. Но верить в это безоглядно нельзя. К этому нужно относиться очень, скажем так, осторожно. Потому что, ну, на сегодняшний момент слишком все это вилами по воде писали. Да, это так. слепо-слепо отдаваться это нельзя. в принципе, тут можно также преподнести сюда теорию сферы. Тоже самое. Ноу-сфера, точнее, прошу прощения, затевали единого разума. И говорить о том, что... А очень многие о религии об этом говорят. Да, но и не то, что это кто-то там с другой планеты прилетел и что-то нашептал на ушко. Ну, а что-то есть такой вид энергии, как науфера, например. Ну, есть, и чего. Ну, а причем тут религия вообще? Потому что просто каждый трактует для себя так, как ему удобно, как в силу своей испорченности Виктор, собственно говоря, сказал. Ну да, так и будет. Так всегда будет. Каждый человек да. Каждый человек будет воспринимать, исходя из личного опыта, из собственных накоплений, знаний. Никуда мы от этого не денемся. даже и в одном течении религии какой-то, вот определенной, неважно какой, есть, каждый человек понимает все же по-своему. Конечно. Если взять вот этого человека, скажем, в какой-то религии, там, неважно какой, и у него начать спрашивать какие-то факты вот из его религии, он начнет путаться и скажет даже, вообще может быть, противоположную точку зрения официальной его же религии. Конечно. Может быть, даже и так получится. Да, правильно. Все правильно. Я поэтому говорю, что мы живем не в мире каком-то определенном, а в мире собственных представлений. И эти представления, ну, вот, на сегодняшний день они сложились так, причем, нельзя сказать, что они для всех сложились именно так. Ну, это все, это все понятно, но, тем не менее, неизвестно, как, скажем, пришельцы могли бы ассимилироваться в биологическом смысле с людьми. Тем не менее, это все равно непонятно. Ну, в общем-то, да. Хотя об этом пишется. Об этом, ну, вот у шумер как бы есть, да? Вот тот момент, когда шумерские женщины рождали, как бы, в смысле, вынашивали. Суррогатными матерями стали. Стали суррогатными матерями. То есть, это описание есть? Описание есть. И есть много описаний того, что и в этих семьях потом, ну, вот как фараонов, кровь не смешивалась, а происходили родственные связи. Это все понятно, но я вот думаю, ну, как вот пришельцы, они совершенно, может быть, с другой биологией и все вот это, вот как вот они могли бы с генами поменять информацию? Ну, это же вообще трудно. Если даже в одном примере можно сделать, как из пробирки, ну, а эти потом могли как... Ну, последовательно, уже другими стали. Ну, да. Они уже, да, мы каким-то образом они их изменили. Но, вот Бог его знает, понимаешь, мы в любом случае, если мы хорошенько покопаемся, мы на сегодня найдем себе объяснение, которое нас в больше или меньшей степени удовлетворит или не удовлетворит. Вот именно, что... Да, но насколько это является правдой, вот тут мы с тобой пока ничего не скажем. Потому что, ну, да, до сих пор я знаю биологов, которые ищут метку Бога. Считается, что, как бы, во всем этом вот комке ДНК, ведь ДНК это не спираль в том смысле, в котором мы ее привыкли понимать. То есть, она спираль, конечно. То есть, одна плеть вокруг другой обмотана, но это все еще и скомкано. Это такой страшный неразберимый комок, который там болтается. Так вот, ведь никто же не говорит, что информация заключается только в спирали, только в последовательности слов. А ведь она может заключаться еще и в скомканности. Тоже, пожалуйста, как угодно. То есть, вот то, что на сегодняшний день говорят о кластерах, оно ведь не просто так болтается в воздухе. Кластерное представление это макроструктура, то есть, это то, что работает, ну, скажем так, вот есть такое понятие, когда вносится масса искажений, и от этого вещества становится еще прочнее. Потому что каждая микро-частичка, она гораздо прочнее, чем вот сам слабое соединение, которое является веществом. Таким образом, вот там, скажем, та же самая медь может быть по прочности близка к инструментальным сталям. Но только в том случае, если делать раздробленность, то есть, внести туда массу искажений. Когда ты эту массу искажений вносишь, то в результате получаешь вроде бы как и раздробленное вещество, но оно по своим прочностным характеристикам становится выше, чем обычный скажем так. Но ведь нет же, хаоса же не существует. Вот по большому счету. Да, вот про этот хаос я тебе и говорил. То есть, да, на определенном уровне он может существовать. Там пойдут числа Фибоначчи, можно сказать уже. Да, может быть и так. Может быть, они будут вкладываться в эти числа в последующие Фибоначчи. Может быть. А может и не будут вкладываться. Нужно ли это, тоже неизвестно. Я хочу сказать совершенно о другом. О том, что он, то, о чем рассказывал Андрей, что он считал для себя заправную точку. Это ведь было его позицией. И эта позиция, она с его точки зрения, она была вполне права. Расскажите, объяснял. Он ее объяснял. То есть, просто он так говорил. Он все объяснял. Да, он в книгах это объяснял. Он рассказывал об этом очень хорошо, очень внятно и грамотно. Вот. И поэтому, мы можем сейчас с ним согласиться, не согласиться. То есть, ты ведь спросил не просто так, почему оно так, а ты спрашиваешь, как оно могло бы быть. А он рассказал о том, как бы оно могло бы быть с его позицией. Я сейчас могу рассказать, как бы оно могло бы быть с моей позиции. Но, я боюсь, что ни в том, ни в другом случае это не будет тем, что оно являлось на самом деле. Чем оно являлось на самом деле. Мы, в общем-то, только на этом, наверное, время потеряли. Но. Он просит рассказать как раз об исследованиях металла, найденного в микрохокраплениях. Какие у него перспективы. Ну, все опять же рассказывать не будем. Ты, как бы, Витя, имеешь информацию по этой теме? Которую можно озвучить. Ну, да я, в общем-то, уже и сказал. Это лучше Юлю, наверное, спросить. Да, Юля. Ну, хром там нашли. Да. Чистый хром, как он, не может быть встречаться в чистом виде в природе. Ну, да, очень высокого процента очистки. По созданию этого металла, я уже говорил, занимаемся. Как будут более результаты, которые мы сможем опубликовать, чтобы у нас не было проблем каких-то с этим. Но это сложно объяснять, и мы это не будем сейчас публично объяснять, и вы все узнаете. Вы терпите. Ну, просто широко не афишируется в этом все. То есть, нельзя сказать, что мы что-то там где-то прячем. Виктор, я хотела еще поговорить насчет вот этого хаотичности метода и соотношения вот этого вопроса с меткой Бога и с то, что сейчас есть такие люди, как же они называются, которые уже с рождения многое что знают. Это называется Индиго. 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 Подожди, сейчас сначала ответит на вас долго этот вопрос отвечать. По ледитовому диску, Вить, там какой-то генетический диск, международный, американский. Да, ну, Надя. Нет, просто объясним, что такое ледит, чтобы раз и навсегда, потому что чем типа обрабатывали ледит? Объясни вот людям, что такое ледит, чтобы они понимали. Да пускай залезут и посмотрят. Вике ледит описан, в данной его характеристики физические свойства. Там все написано. Я так думаю, что не имеет смысла на это время терять. Пока не забыл, ледит это, если кто не понимает, ледит это не камень, это порода. Различайте. Это не камень. Ну, породы бывают еще разной степени очистки, обогащенные еще и бывают, и обогащенные тем или другим. В общем, вопрос такой. Да, и объединенные тоже бывают. Миша, я там фотографии, картинки прислал. Как раз у тебя сейчас стоит булавка и прорезь. Посмотри в чате трансляции. Ну, собственно, все. Куда ты послал? Контакт? Чат трансляции? Да. Ксюша, давай спрашивай меня, что ты там спрашиваешь, а то я что-то забил, забил, забил все это. Ну, вот три фактора. Первый фактор, это то, что ты говорила про числа хаоса или числа фибоначча, но неважно. Да, да, да. Второй, про детей индига, то, что сходится, и третий, Дим, про что там? То, что это все сходится вместе, про генетические вот эти все изменения. Про метку Бога, вспомнила. Да, про метку Бога. Да, метка Бога, метод хаоса и дети индига, ну, не дети индига, в общем, люди индига. Вот, то есть получается, что мы сейчас, как люди, у нас сейчас такой хаотичный период, когда у нас нет наследственности, можно сказать, такой родовой, да, мы все там смешиваемся расами и все, и в конце концов порождаются такие люди, которые с рождения, можно сказать, уже все знают. Вот, это тоже метод хаоса. У тебя есть хотя бы один знакомый такой? Лично у меня нет, но очень много пишут. У меня тоже вот нет. Дим, у тебя есть такой знакомый? Они очень редкие эти люди. А у меня есть этот эффект? Из детей индига? Нет. Из людей индига, уже потому что они, наверное, выросли. То есть первый раз, ну, в вашем случае, в 90-е годы стал употребляться. Есть дети, которые, допустим, в 12 лет заканчивают уже университеты. Они раньше такие были. Вот. Ну да. Ну, я и говорю, что есть и раньше, и сейчас. Являются ли они индигами, я не знаю. Да, я просто хочу вот о чем сказать. На самом деле, как бы, от степени нашей осведомленности очень многие факты, которые нам становятся известными, они являются для нас, скажем, обычными или необычными. И вот, вот это, наверное, самое главное. Значит, объединять можно, конечно, по-разному, те факты, которые тебе известны, насколько они будут, ну, как бы, соответствовать истине. Вот это вот. Тоже очень сложная вещь. То есть я, честно говоря, ну, я занимался экстрасенсорикой, я знаю, что это такое, я, я как бы, времени посвятил очень много. И, ну, я не видел людей, которые бы очень сильно, как бы, вот, выделялись, из которых можно было бы спокойно отнести к Индии. Вот, это раз. То есть второе, это по поводу метки Бога. Метка Бога, это вот такая вещь, которая может быть где угодно и как угодно, но ее до сих пор не обнаружили. То есть это пока на сегодняшний момент просто предположение. То есть опять-таки, точно так же, как и с детьми Индиго, здесь нет ничего, чтобы можно было бы сказать однозначно. и третий вопрос, это вот по поводу, он, кстати, да, вот выложил эту картинку, которая где уголки, если впадает, очень хорошая картинка, понятно, почему игла будет висеть в пролете. Вот. И, значит, вот последнее, это по поводу вот всех этих связей, вообще все это можно ли валить в кучу. Можно валить в кучу все, что угодно. Просто вот в данном каком случае есть как минимум два неопределенных термина, которые пытаются объединить и таким образом что-то доказать. Я не знаю. Наверное, можно при определенном усилии собрать в кучу все, что угодно. Насколько это будет соответствовать истине, но это другое дело. Я могу сказать об одном. О том, что, конечно, очень бы хотелось, чтобы нами кто-то заинтересовался, чтобы мы были не какими-то там беспризорниками, а чтобы у нас были какие-то... чтобы мы не были брошены. Но каждый раз разглядывая фотографии там с Хаббла, когда показывают эти вот огромнейшие галактики, когда ты знаешь, что с одной стороны ее, с другой ее стороны свет летит там 200 тысяч лет. Свет летит 200 тысяч лет. И это звездное скопление, которое мы называем галактикой, может находиться от нас так далеко, что мы ее сегодня видим на нашем небе, ну, скажем, как одну единую звездочку. И таких звездочек может быть бесконечное количество вот на нашем небосклоне. Ты начинаешь понимать, что тут дело даже не в безразличии. Дело в том, что нас окружает слишком большой мир, чтобы в этом мире мы как-то выделились. И, ну, конечно, нам хочется быть необычными, конечно, нам хочется, чтобы нас кто-то любил, чтобы мы могли на кого-то излить свою любовь. Но это наше, человеческое. А нужно ли это было кому-то еще? У меня есть огромные сомнения по этому поводу. У меня есть огромные сомнения, хотя бы исходя из того, что те, которые строили то, что мы видим, да, они по-другому к этому относились. Они не были тем, кем являемся мы. Им могло быть это совершенно безразлично. Ну, вот мы с Андреем как-то в свое время искали, я его там несколько раз спрашивал по этому поводу, я говорю, ну, вот какие-то украшения, ну, хоть что-то, что можно, как бы, посчитать за украшение. Он, знаешь, что вспомнил? Помнишь те блоки около пирамиды, которые, один угол такой, закругленные. Вот, вот он сказал, вот это единственное, что можно принять за украшение. А я говорю, а вдруг это вот место для того, чтобы там волны там стекали лучше, да, или вот какой-то отбойник это, или еще что-то. Он говорит, да, может быть. Вот и все, понимаешь? То есть, вот вся красота, на которую мы можем рассчитывать на богов. Я, например, могла бы подумать, что вот эта вот округлая часть, вогнутая или выгнутая, когда вовнутрь. Да, вогнутая. Вогнутая. Она, возможно, была облеплена чем-то очень таким блестящим, ну, как зеркало. Может быть. Отражало свет, или, может быть, в него смотрели люди, которые видели, что творится внизу, как зеркало. Может быть, вполне возможно. Но, тут дело совершенно на другом. Понимаешь? То есть, вот понятие о красоте, а о гармонии у них было другое. И это тоже явно видно. Вот бог его знает. Может быть, для них вот было самым красивым вот те боссы, которые торчат из блоков. Для нас это уродство, это лишний элемент. Вот на поверхности блока вдруг торчит босс. И мы не знаем, для чего он торчит. Потому что вот рядом проходит срез, скажем, когда они фаску снимали, они могли бы точно так же как эту фаску прихватить этот босс. И он бы не торчал уже, этот сосок, не мешался бы, правда? А однако он торчит. Не, но тем не менее, если мы видим статуи, они очень красивые, мы видим эту красоту. Да я не уверен, что статуи к времени богов нужны. У меня есть большое... Я думаю, что это, знаешь кто, это уже полугода. Это уже те, кто был смешан с людьми. А вот статуя Рамзеса, которая огромная, такая разломана. Ну да. Ну вот я тоже, вот я говорю, вот ребят, у меня вот такое впечатление, что все-таки, ну, но не нужно им это было. То есть вот чисто богам, которые вот, ну как бы мы считаем, на сегодняшний день, с кого есть мы пошло. Вот. Не нужно им было ничего этого. То есть всякая эта красота, которая, ну, в большей или меньшей степени, там, я не знаю, там, более-менее красивые иероглифы, красиво вдавленные, там, красиво использованные, красиво изготовленные. Все, что относится к понятию красиво, относится к людям. Потому что, ну, все остальное можно назвать гармоничным. Хотя гармоничность тоже, это такая, такая, как бы понятие размытые достаточно. Ну, я не знаю, там, каким-то совпадающим, несовпадающим, можно еще назвать. Понимаешь? А красотой, вот, это человечество. Это человеческая выдумка, которая, ну, может быть, в какой-то мере нам сглаживает, там, наше существование. Но нужно ли оно было богам, у меня есть огромные сомнения. По этому поводу. Вот. статуи, вот статуи, ну, я говорю, вряд ли. Я, я даже не уверен, что это полубоги. Может быть, это время героев. То есть, вот, было время богов, потом, когда боги начали смешиваться с людьми, появились полубоги, а потом, когда уже полубоги смешивались с людьми, да, появились герои. Вот, вот, может быть, это было время героев. Тогда уже начали делать статуи. Когда, скажем, ну, вот, продолжительность жизни тех, кто это самое, скатился, ну, до чего-то близкого сегодняшнего. Может быть, это, конечно, там были не 70, не 80 лет, может быть, это было 120, там, 200 лет, но, где-то близко. Вот, что я хочу сказать. И еще я хочу сказать, что в тех семьях, которые блюли, старались блюсти, честату крови, тех семей, которые были правящими семьями, там достаточно часто встречались индивидуумы, которые дожили до очень преклонного года. Вот, даже наряду с фараонами известно, как минимум, три или четыре фараонов, которые прожили, ну, вот, по сегодняшним оценкам, очень значительно, под 100, а то и более лет. Ну, среди наших современных людей есть долгожители. Там, 120 лет. Ксюш, я бы согласился с этим. Потому что, знаешь, о чем поговорим? Причем, они не соблюдали, эти люди не соблюдают там какой-то режим, или что они, вот, как среди нас просто. Да, я согласен. Я просто хочу немножко о другом сказать, что все-таки люди современные, это очень широкое понятие, а правящая верхушка, это достаточно узкое понятие. И вот, когда ты говоришь, что у современных людей встречаются долгожители, это воспринимается одним образом. А когда ты говоришь, что, вот, в этой вот среде правящей верхушки встречаются долгожители, это же совершенно другая вещь. Это говорит о наследии признаков. Понимаешь? Потому что они шли один за другим, и у них часто встречаются, чаще, чем у всех остальных, встречалась долгожительность. Или какие-то другие признаки, неважно какие. Там, продолговатая голова, да, высокие уши, там, я не знаю. Ну, Вить, ну, вот ты сказал вот сейчас продолговато, там голова, уши, там все. А почему бы и не быть этому, то, что дети рождаются сразу же очень умными, как один из признаков? Ну, я исхожу из того, что на сегодняшний момент мне таких случаев, скажем, научно подтвержденных не встречалось. Ну, как научно, если человек в 12 лет закончил университет, получил там докторский... и раньше такие были. Ну, и раньше такие были. были, но я вообще говорю, что почему бы и не быть... А что считать нормой-то? Мы на сегодняшний момент считаем, что норма мы, а это исключительный случай, да? Ну, а вдруг это на самом деле не так? Потому что экстремально мало таких детей или там людей, которые очень-очень умные. Потому их и мало, что это мы недоделанные, а не они переделаны. Понимаешь? Это уже другой вопрос. Да, ну, я к этому и подхожу, как бы, вот с этой позиции. То есть, норма-то что? Откуда смотреть на это? То есть, чему изумляться-то? Если это норма, то изумляться нечему, да? А если это не норма, ну, как бы, а кто тогда? Мы или они? То есть, тут сложно все. Так я и говорю, что возможно, что из этого хаотичного набора генов получилась так называемая метка бога, что вот они вот иногда возникают. метка бога это не это. Это реальное изменение в генетике. То есть, считается, что где-то там в нашем ДНК есть что-то такое, что можно расценить как подпись божественная, то есть, вот как рощер пера. Вот, что такое метка бога. Но она должна как-то проявиться тогда, наверное. Ну, это может она и проявится. Проявляется, возможно, очень острым умом, там, я не знаю, ушами. Я думаю, нет, я так думаю, что проявляется это на самом деле нашей разумностью. Относительно, во всяком случае. Ну, может быть и разумностью, то, что рождаются очень умные люди. Может быть и так. Может быть. Я не буду с тобой спорить на эту тему, потому что здесь слишком много неизвестного, чтобы, как бы, ну, что-то доказывать. Слишком много неизвестного. И потом, смотри, если, допустим, родился ребенок, там, доказал, что он действительно, там, я не знаю, может что-то делать или очень умный, или может, я не знаю, там, телепортацию, я не знаю, что может быть такое, Мы же потом о нем ничего не знаем. Куда этот ребенок делся потом? Ну, согласен с тобой, может быть, и стараюсь не афишировать. А может быть, их действительно нету. И все это... Может быть, не существует. Да, да. То есть это... То есть нам, я же говорю еще раз, нам приятно ощущать себя пуквам земли, чем-то, что может кого-то заинтересовать, более там, скажем, продвинутого, более правильного. Но если оно на самом деле, это бабушка... Но есть такая версия, вот ты сказал насчет расстояний. Есть такая версия, что на самом деле боги это аватары, то есть они... Ну да. Не физически прилетали. Ну да, я согласен с этим. Да, есть такой вариант, и действительно, что разум не генерируется нашим мозгом, а воспринимается. То есть мы не генераторы, мы в лучшем случае приемники. То есть вот наш мозг, это приемник какого-то там разума. И очень много как бы за это говорит Билли Холлиган, вот тот, который, внутри которого там сидело несколько личностей, тоже ведь за это говорит, по большому счету. О том, что наведенность сознания вполне может существовать. То есть это не значит, что так оно и есть 100%. То есть я этого не утверждаю. Ну как версия, да. Да, как версия, это может быть вполне и никуда от этого не деться. Просто это не нужно. Или же с помощью аватара какой-то энергии можно собрать здесь из биологического материала того же физическое лицо, которое будет действовать как Бог. Да, может быть. А может быть, это будет проявлением в нескольких, ну, скажем, там, в степке или в религиозном или в религиозном каком-то там течении, да. Ну, и ведь Бог же может проявляться как, скажем, ну, как какое-то общее, что-то общее, да, то есть общее сознание. Ты имеешь в виду, как принцип толпы, когда все люди внезапно видят что-то одно и то же? Да. Ну, принцип толпы, в данном конкретном случае принцип секты, принцип религии. Ведь это тоже может быть проявлением Бога. Вот это вот массовое сознание, которое в данном конкретном случае реализуется через что-то одно там или через многобожие, неважно. Через религиозное мировоззрение, через какую-то веру во что-то там, через какую-то надежду. То есть это ведь как угодно может быть реализовано. То есть Бога увидеть можно в чем угодно, по большому счету. Ну, так можно и дальше говорить, что перед количеством людей можно сказать, что они увидели все одно и то же. Да. Все подтвердят и нарисуют фрески и напишут в книгах, все это будет совпадать до деталей. Да, согласен. Именно так и есть. Ну, такова человеческая психология, ничего тут не поделаешь, ничего не подпишешь. Именно так мы и существуем. Именно поэтому мы и люди. Тут пишут, видите, что технарь ушел в сторону, верните его на эту планету. Ну, я широкий спектр. Я широкий. Это вас с Ксюшей понесло совсем. Да мы можем везде, мы можем обо всем говорить. Конечно, нас это совершенно не сдерживает. А вот, смотри, наплюсовали, сколько согласно. раньше бы написали, что вам неинтересно, как вас там понесло. Видите, он не туда. Да. Видите, давай технические аспекты. А какие аспекты? Все, какие вопросы, такие ответы. Да, вопрос-то не задаете. Я отвечу, пожалуйста, ребята, спрашивайте. Тут Ксюшу стал он спрашивать про метку Бога, там про все это. Там, как реконстатизирует, технар, романтик, вот и весь вывод. Ну да. Все это одно другому не мешает. Разностороннее развитие. Научная эзотерика. Научная эзотерика. На подтверждение, вот в том числе есть только, что подтверждение всему этому есть. Есть. И никуда от этого не деться. Виктор, расскажите, Виктор, расскажите о перспективах исследований. Какие высокотехнологичные методы планируется проверить? И где? Да. Ну, начнем вот с чего. Что на самом деле сбор образцов это штука очень непростая. По большому счету, для того, чтобы научный мир принял, скажем, результаты каких-то исследований, нужно выполнять строго отведенные как бы так воссоздать протокол. То есть, нужно, чтобы тебе не запрещали взять какие-то образцы, да, получить официальное разрешение, значит, отметить, где это было взято, какой материал там и все остальное и прочее. То есть, если мы идем по официальному пути, то у нас никогда не получится ничего. Нам придется как бы без этого обходиться. и поэтому на сегодняшний момент вот то, что мы делаем, в общем-то, это подбираем в пустыне то, что валяется, да, и то, что как бы можно считать за образцами, но при этом стараясь не быть вандалами. Но, с другой стороны, вот четко доказать, что это вот, то есть, как это делается официально, мы не можем. И поэтому про официальность каких-то принятий каких-то решений и проведения каких-то там работ, ну, нет никакого смысла говорить, потому что они неофициальны по большому счету. Никто нам этого не разрешит и никто не даст этим заниматься, потому что стоит это немеренно, и у нас таких денег нет. Мы в этом плане проиграем, конечно, сразу. Ну, и как бы с добыванием там всяких ну, я не знаю, результатов и проведения их в жизнь. То есть, мы опять-таки, вот те, кто нам верят, да, пожалуйста, ребята, зазнакомлюйтесь, читайте, мы ничего не скрываем, стараемся особо не скрывать во всяком случае. Ну, а уж верить или не верить, принимать это и не принимать это будет зависеть от того. Претензии к нам предъявлять по поводу того, что кто-то там не верит, ну, вот к себе и предъявлять. Вы же не верите. Мы делаем все по-честному. И доказывать, то есть, убить на это жизнь, чтобы доказывать, что мы делаем по-честному, никто не был. Андрей точно так же говорил, что это никому не нужно. То есть, у нас есть определенный путь, мы идем по этому пути. Сама Клайда, караван идет. Вот как-то так. То есть, пускай там, кто не хочет, отпадает, и слава богу. А тот, кто нам поверил, тот пускай дальше идет с нами и смотрит, какие-то результаты. Мы будем всегда рады принять помощь и всегда рассказать и показать. То есть, вот где-то, наверное, так вот и идут наши исследования. По-другому они идти не смогут. Ну, во всяком случае, не сегодня. То есть, если будет когда-то создан какой-нибудь общественный фонд с огромным капиталом, да, когда мы сможем покупать себе разрешение на проведение каких-то исследований, там, на взятие образцов и всего прочего, когда нам там допустят, скажем, там в закроваках куда-нибудь и музеях и мы сможем там проводить какие-то исследования, тогда, может быть, как-то позиции изменятся. А до тех пор мы все равно будем полулегальными и все равно будут находиться люди, которые нам не будут верить и будут пытаться как бы нам не то, что нас опорочить там, скажем, да, но во всяком случае уравнять нас и себя. Только вот не надо забывать, что мы-то стараемся что-то сделать, да, вот я все время вспоминаю, знаете, что в фильм «Пролетаем на днедом кукушки» произведение, то есть, да, вот когда индейец, там, в смысле, не поверили и главный герой там пытался оторвать эту мойку от пола, да, и у него не получилось, и над ним все посмеялись, он сказал, ну я хотя бы попытался, вот я могу точно так же сказать, пускай у нас ничего не получится, пускай все развалится в конечном итоге и все там водой смоется, но мы хотя бы попытались, знаете, вот сколько у нас сил есть, сколько у нас умений есть, знания, мы это все сюда вложили, а уж там получится, не получится, там посмотрим, в конечном итоге мы попытались, не знаю, ответил, не ответил, но где-то так. ну можем несколько блиц вопросов задать. Ой, ребята, давайте я сейчас давайте сначала ответим, когда будет стрим с Юлией Горловой, тут интересуются. А я покуда отойду на 5 минут, ладно? Сейчас подойду. Миша, расскажи, пожалуйста. А вот и Миша ушел. Окса, к тебе вопрос. есть мнение насчет Гебекли ТП? Нет, у меня мнение, ну в смысле вот по теме. Пашу поездку тебе удалось посетить? Нет, мы не посещали, но в принципе так оно и фотографии видно и все. Ну не могу ничего сказать. И не планировали даже. Не, у нас был совсем другой маршрут. Оксан, в логе кто-нибудь занимался возникновением качества? Кто-то искал ткани индианские и индейцев. Игорь что ли? Ну нет, не могу сказать. Я если не могу сказать точно и развернуто, я лучше вообще ничего не буду говорить. так, твое мнение к Атлантиде. Как ты считаешь, была или нет? Ну, я думаю, как? Я как раз об этом недавно думала. Возможно, что она была и возможно, что Атлантида была даже не землей, не островом, там чем-то, да, а возможно была каким-то кораблем, как сказать, который вот большой, ну в смысле, как сказать-то. Кто? Остров был большой? Базой, базой. Вот, Атлантида. Возможно, имелось в виду, что Атлантида была просто базой какой-то, кораблем. Ксюша, ты мучаешь, куда Витя делся? Отойти нельзя на 5 минут. Он подойдет сейчас. Ну что, мы сегодня, кстати, на рекорд идем? Ничего, не мучаю, вопросы задаю. Сколько у нас стрим-то идет? Вначале там задавали вопрос по поводу новости про Калии. в Туфе, который в Эфиопии Кузнецов нашел. Ну, во-первых, не в Эфиопии, а в Турции. Новостей-то нет. Последнее, что он сообщал, это в Израиле на семинаре. Андрей Скляров по этому поводу очень хорошо говорил. В Израиле, кажется, на семинаре смотрите. Ну да, да, ну вот у Кузнецова была очень хорошая такая запись по поводу его исследований, Калии, Калии эти, которые вот еще там на Кипре находили, на Абшироне, но он исследовал те, которые в Турции. Вот, так что на кинозале там выложен, выложен это его лекция, кому интересно, посмотрите. Ну, больше. на Космопоиске это Турция. Он еще на Космопоиске эту лекцию помнит. Или там другая, я не помню. Но все это есть. На Сицилии тоже, коли есть. Ну, по колеям это не наша тема все-таки. Ну, раз человек интересуется, то... Ну, как, не наши, наши, конечно, у нас есть, поэтому и доклады, и отчеты, и лекции. Но это к Андрею Кузнецову, конечно, да, лучше обратиться. Если совсем там хотите точно что-то узнать, развернутый ответ получите, не один, а подискутировать, просто напишите Андрею Кузнецову, он доступен на Фейсбуке и ВКонтакте. Хотя сейчас находится в Китае, на ПМЖ. Ну, мы тут все, не знаю, мы где находимся, там, кто где, да, но, в принципе, на форуме можно задать вопрос соответствующий тем. Тема большая, там, обсуждений много. Есть ли какая-нибудь статистика по дисковым пилам? Много ли размеров существует? И возили ли одну пилу по всему свету? Или брали как на складе, какая завалялась? Ну, имеется в виду, наверное, диаметры. Ну, диаметры очень разные. Значит, максимальный, о котором я знаю, это где-то порядка трех метров. Вот. А минимальное, минимальное, это, по-моему, что-то 18 сантиметров. Вот, как бы, все, что могу сказать. Ну, опять-таки, по следам, судя по следам. В Турции есть этот, как бы, изрезанный, истерзанный камень, и там самые разные. Да, там со всякими разными, прихожили. А та пила, что 3 метра в диаметре, она, по-моему, там про нее говорили, что она сантиметр толщиной. Да. Что-то вроде этого, да. Где-то около базальтовых полов была. Правда, не помню, около какой пирамиды, но не важно, в итоге просто рез виден был, и посчитали. какие-то человек. Вот ведь ты отходил, продублирую вопрос, занялся ли кто-нибудь возникновением качества в лайне? Ну, только обзорно. Никто так конкретно не отдавался. Точно так же, как не отдавался и... То есть, был у нас, у нас была специалистка, мелькнула, очень хорошая тетка такая была керамикой. Вот она рассказывала очень интересные вещи. Она, во-первых, керамике посвятила практически всю свою жизнь, и она человеком науке. Статья, по-моему, есть про китайскую, да, керамику? Да, да, да. Вот, она молодец, такая тетка была. Так вот, она четко сказала, что, ну, скорее всего, что некоторые технологические процессы, ну, просто не могли возникнуть случайно. Понимаешь, это вот, типа, из того разряда, как образование, скажем, некоторых там биологических частей клетки, скажем, там, РНК, да, вот, ее случайное образование можно сравнить с тем, что вот сидел ребенок около моря на песочке, игрался и сделал телевизор. Ну, как же, кремний, да, и песок кремний, и телевизор тоже кремний в какой-то мере. Вот, вот, вероятность примерно такая же. И вот, образование, тоже вот некоторых сложных технологических процессов при производстве керамики, оно где-то вот близко к этому. То есть, фантастично двухвалюдке. Но по сканям там, наверное, не сильно сложно все-таки. ты понимаешь, я когда представляю себе натуральный шелк, как расплетали коконы, да, мне дурно от этого становится. Ты когда-нибудь пыталась расплести кокон шелковый? Нет. А я вот пытался. Это еще та задачка. Ну, показывали по телевизору, как его расплетают. Ну, да, там заваривают это самая специальная обработка термическая идет, чтобы клеевую основу разрушить. Это все понятно. Я просто говорю о другом, о том, что, ну, человек, который на это обратил внимание, который стал этим заниматься, да, в конечном итоге он должен был к чему-то стремиться. То есть у него должен был быть, то есть это не просто сидел в носу, ковырялся, да, как бы раз и, ой, смотрю, какая интересная штука, дай-ка я из нее нитку сделаю. То есть вот какая-то направленность должна была быть. То есть не просто так это все. Знаешь? Ну, Бог его знает. То есть сложно сказать. Ну, вот ты вот осенью идешь и пауки сквозь лицо, значит, сквозь паутину. Паутина это да. Ты смотришь, какая крепкая паутина. Тонкая и крепкая. И если ты подумаешь, а если сплести несколько их? Ну, вся вещь в том, что видишь, если кокон, это не паутина, это немножко другое. Все-таки это... Ну, какая-то аналогия. Ну, да, ну, возможно. Нет, нет, найти мы объяснение всегда найдем. Ксюш, мы же люди, как бы мы под то заточены, чтобы находить всякие объяснения. Насколько эти объяснения будут совпадать с реальностью, вот это вот другое дело. Ну, Бог его знает. Я не знаю, то есть вот вообще, как плетение тканей, возникновение материала, я, честно говоря, себе не вижу вот прямого пути. То есть вот, я вообще не знаю, из чего бы... Наверное, из чего-то там типа хлопка, хотя нет, вряд ли. Погоди, хлопок появился гораздо позже культурных сорта. То есть, я даже не знаю, из чего они делали, эти свои тряпки, в которых ходили. То есть, с одной стороны, наверное, в первую очередь одевались в кожу, да? Но одеваться в кожу, скажем, там в Египте, ну, незачем было, потому что это лишнее, наоборот, это самое, ухудшает теплообмен. Значит, ткани, возникновение ткани, я не знаю, из чего они делали. То есть, из чего, на чем основаны ткани египетские, я, честно говоря, не помню. Что-то у меня в голове не отложилось. Так что, наверное, не отвечу на этот вопрос. Почему не откапывают сфинкса до конца? До какого конца? По-моему, там все откопано, вроде как. Уже уперлись, наверное, в породу. Я знаю одно, что где-то там, недалеко от сфинкса, лет, наверное, семь назад проводились раскопки. Причем, проводились они ночью. Причем, значит, на эти раскопки приезжал ХАВАС. Причем, там прятался один из корреспондентов, который прислал снимки, на которых это все видно в какой-то мере. Вот. Чем это и стоит? То есть, что-то оттуда выволокли, причем выволокли оттуда это современным там достаточно таким мощным тракторным устройством. Загрузили на машину и увезли. Чего это было? Никто не знает. Никаких объявлений после этого официальных не было. Но вот человек присутствовал и об этом написал у нас на поле. Чем история вся кончилась? Знаете, такой обрубок из жизни? Я не знаю, куда эта птичка улетела, но то, что она здесь нагадила, это точно. Вот так вот. Как к этому относиться? Ну, честное слово, не знаю. Но случай вот такой вот, как бы, знают, рассказывают. Да, я говорю, он достаточно интересно освещался у нас на поле. То есть, проходила информация. Сегодня, ранее, когда мы, когда вы обсуждали саркофаги из терапиума, был вопрос, какие-то карьеры или что-то, шахты по добыче породы, из чего изготавливались, находили? Что изготавливали? Кабиноломни? Да, вот стоят саркофаги, которые в терапиуме, и кабиноломни какие-то есть рядом, где добывалась порода для них? там пустыня засыпана песком. Может, там под песком, конечно. Там неровная пустыня, там как бы идут склоны, ну непонятно что, но засыпано все песком. Но дело в том, что саркофаги сами сделаны из разных, из базальта, из гранита, из разных видов гранита, из разных видов базальта, диорита, которые рядом не лежали, как говорится. Вопрос в том, что это же все не лежит. Если даже была бы, если был бы какой-то карьер, то не решил бы проблему, да? Ну может быть, да. Если там и есть карьер, то он вообще там ни при чем, потому что там разные виды этих минералов. Посмотрите фотографии вот этих саркофагов, там они совершенно разные сами саркофаги. И цветом разные, и красный гранит, и известняк, ну ладно, известняк там недалеко, но тем не менее и базальт, и разные цвета базальта, и серый гранит, например, и пятнистый, и всякий, и кварцит. И стащили все это в одно место. Да. Так что карьеры под песком там может быть и есть, потому что не сильно ровная пустыня, есть какие-то как неровности, какие-то неровности, да, может быть там это карьеры были раньше, неизвестно. Но саркофаги точно не оттуда. Ну да. Что вы можете сказать по поводу реальности жезлов богов? Это предметы были реальны или выдумка резчика рисунков? В музее же лежат эти все части. Реальные у вас и все? Да, да. В музее в Луксоре есть на стенде стеклянная такая, там лежат эти все части, предметы. Можно увидеть. Ну, вопрос сегодня уже со стороны заходили к нему. Как вы считаете, куда делись все инженерные системы богов? Трубы, провода и так далее? Или наши технологии настолько примитивны, чтобы сравнивать? Может и так. А может и беспроводные они были в этих технологиях. Кстати, в Египте есть в самой пирамиде Гиза, ой, на самой Гизе мы нашли как-то нечто такое, что напоминает сильно-сильно проржавевшую железную трубу, которая уже обрушилась, от которой остался только овальный срез. Причем она идет как бы в длину. Вот, когда взяли на анализы кусочек, получилось, что там действительно большое содержание железа. Я тоже помню этот кусочек. есть и фотографии вот этого всего. То есть, но никто при этом не говорит, что это была труба. Может быть, это была труба, да? Может быть, это была труба из средних веков Египта? так проржавела. Да, может быть, это было. Никто ничего дальше не говорит. Но содержание железа там превышает все нормы. И вот она выглядит как проржавевшая труба. А это не в этом образце еще было повышенное содержание серы? Не знаю, я только про железо. Да, я даже не помню про серу. Ранее сегодня мы говорили еще про шахты, которые исследовал робот. Есть ли какое-то продолжение истории? Человек пишет, что информации немного и некоторые видеозаписи даже удаляются из видеосервисов сервисов типа YouTube. Так не стали же дальше сверлить? Да, просверлили только первую заслонку, вторую увидели и все, и дальше уже никак. На сегодняшний день там только сделали из множества фотографий как одну общую. Там видно множество фотографий склеены между собой. Там есть надписи, есть какие-то линии, вот это все видно, это все лежит в общем доступе. Да, выполнено красной краской надписи. Часть надписи сделала красной краской. не знаю, общие вопросы будем задавать? Предназначение пирамид? Это может если предназначение пирамид пойти на наш форум и высказать свои идеи? Да, и прочитать те идеи, которые предлагаются здесь, там целая куча, чтобы это могло быть предположение. Не знаю. Ну тогда, если так поконкретнее. Ну, Оксана на него отвечала в чате. Почему использовали природный камень? Ведь он вроде фонит. Или это аргумент в пользу инопланетной версии ВЦ? Так как камня в космосе полно, нужны ли инструменты? Гранита в космосе нет. Гранит это дизитная карточка Земли. Фонит в основном гранит. И то не очень сильно. И то не очень сильно, да, чуть-чуть выше фона. Там не совершенно никак. У нас метро построено все из гранита облицовано. Так что тут никаких нет. И вообще есть горы гранита, и там живут и животные, и растения, и ничего не происходит. Да, согласен. Никакого сильного влияния не выявили. по поводу того, что природные материалы используются как это самое выгодное. Его не нужно делать природный материал, он уже готов. Можно использовать уже на ходу. Это только вот у нас там, скажем, чему-то считается на следующий момент. Ну и наверное так оно и есть поход. Экономически выгодно размолотить вначале все, да, потом добавить туда третьи составляющие, а потом уже отливать из этого. Ну и сами прикиньте, насколько более трудоемкий процесс. Явно же двойная работа получается. здесь еще два вопроса подошло. Японцы произвели прозвонку местности у сфинкций пирамид. Есть какие-то результаты? Они нам и не скажут наверное? Я не знаю по поводу японцев. Я знаю, что там с этим самым там пользовали американцы. Заташли собой таскали прям реально там без кадров где-то были в фильмах. Но что назвонили я пока не знаю. Они скажут нам все равно. Да, между лап там узел что-то вроде как назвонили об этом покричали покричали и затихлили. Или возможно что Захи им просто запретит это говорить? Да нет тут еще вопрос про печи в Перу. Я например не знаю про печи насчет чего печи. По какой технологии сделаем древние печи в Перу? Смотря для чего? Смотря какие печи. это качульпа наверное идет печь. Ну я не уверен что это вообще печь. Есть большие сомнения по этому поводу. Да эти строения можно использовать как печь. Но с тем же самым результатом как печь можно использовать я не знаю. Я все что угодно. Вот Витя тебе как раз вопрос. В разных местах все одни и те же технологии или разные объекты ориентированы по разным полюсам. Есть ли общность? В принципе вопрос немножко скомка но в принципе хороший вопрос. Да согласен. Что можно сказать по этому поводу. Ну действительно технологически мы можем о технологиях говорить. О том что способы воздействия на материалы они близки между собой. Я уже в самом начале говорил о том что если это не была одна и та же техническая цивилизация то это скорее всего что или техническая культура. Скорее всего что они одна из другой исходила. Скажем так то есть одна могла быть наследием другой. То есть предположим там она зародилась где-нибудь в Египте появилась развилась или излилась а потом через какое-то время появилась там где-нибудь в Перу и продолжила свою деятельность. Я бы хотела добавить здесь насчет технологий в разных местах. Здесь же еще играет роль какой материал какой минерал от этого и технология меняется. И может быть гранит он здесь такой гранит а может быть в Перу он такой гранит и требует других технологий. Ну там в Перу даже не гранит там андезит. Не ну я вообще говорю что минералы меняются даже если взять просто гранит он на разных континентах будет тоже разным. Конечно. И от этого меняется технология. Но вот если исходить из соразмерности то соразмерности близки. да тут можно даже судить скажем по величинам пирамид. Да вот мексиканские пирамиды когда пытались определить меру длины которой пользовались строители она оказалась в два раза больше чем те меры длины которыми пользовались Египты. Это явно совпадающие величины которые на сегодняшний день объяснить простым совпадением нельзя. И еще делали подсчеты по числам тоже что-то там 108 число повторяется везде 54 везде повторяется вот это число тоже есть какая-то общность и насчет полюсов тоже есть общность там на старый полюс который раньше был и на новый полюс но как бы тут тоже ведь это все очень непросто потому что даже за то время которое за последние сто лет да полюс северный он блуждает бог знает как сказать что если мы говорим конечно о магнитном полюсе вот и как оно было то что оно менялось это явно как оно было тоже сказать стопроцентной точностью нельзя то есть очень широкий диапазон ориентировка то на полюса прослеживается да я согласен что прослеживается ориентировка на примерно направление полюсов но все веще что понимаешь это ну я не знаю как очень широкий допуск поэтому все равно попадешь понимаешь и тут как бы говорить о том что он точно там был на полюс направлен это все же слова блудят по большому счету похоже что да то есть могло бы быть так да но сказать что это точно так было я скажу что нет ну пирамиды же вот вроде как очень точно подходит географически там видишь еще исходили там еще исходили ориентировка прицессии прицессии ты имеешь ввиду да и прицессии тоже работают кстати прицессии на таких временных интервалах она работает уже очень но тоже бог узнает все зависит от того когда были построены пирамиды может быть это играет роль прицессии играет может не играет тут нужно смотреть во всяком случае это все надо учитывать вот это все хочу сказать утверждать здесь наверное рано а учитывать нужно да вопросы закончились ну все это заканчивается всего всем доброго спасибо большое спасибо 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 всем да пока 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 субтитры